Чен Ын умер. Эта новость несколько дней назад взбудоражила весь мир, сумев оттеснить на вторые строчки даже информацию о коронавирусе. Все началось с того, что китайские СМИ со ссылкой на очень солидный источник сообщили о смерти корейского лидера, которая якобы наступила после неудачной операции сердечного стентирования. Вслед за китайскими коллегами новость подхватили и японские журналисты, которые, правда, утверждали, что блистательный товарищ, а именно так в Корее официально называют Ким Чен Ына, жив, но находится в состоянии овоща. Американский Вашингтон-Пост также высказал предположение, что руководитель Северной Кореи мертв, ссылаясь на данные американской разведки, а также на тот факт, что товарищ Ким впервые не присутствовал на Дне Солнца, главном празднике страны, который посвящен Дню рождения главного Чучхия Ким Ир Сену. Кроме этого, американское издание подчеркивает, что над столицей Северной Кореи низко летают вертолеты, а железнодорожное сообщение КНДР с главным союзником Китаем прервано. Среди населения страны началась паника, и люди массово атакуют магазины, скупая товары первой необходимости. Официальный Пхеньян, в свою очередь, опровергает любые слухи о смерти Ким Чен Ина. Правда, власти Кореи никогда вовремя не объявляли о смерти вождей, задерживая эту новость до вступления во власть нового светоча нации. Но, как говорится, шило в мешке не утаишь, и власти Кореи должны были признать факт, который по большому счету уже не является тайной. Ким Чен Ин умер. О том, кто займет место блистательного товарища, и как смена власти в Северной Корее повлияет на мировую геополитическую обстановку, вы узнаете прямо сейчас. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда получать свежие выпуски. И мы начинаем. Главной причиной длительного сокрытия правдивой информации о состоянии Ким Чен Ина, скорее всего, является тот факт, что впервые со времен Ким Ир Сена вопрос преемника не выглядит однозначным. Ранее все решалось очень просто. Власть в стране автоматически переходила к старшему сыну почившего правителя. Но у Ким Чен Ина сыновей нет. Во всяком случае, официальных. Несколько лет назад ходили слухи о якобы внебрачном отпрыске блистательного товарища. Но даже если они подтвердятся экспертизами ДНК, привести к власти незаконно рожденного, который вырос вне семьи Ким, будет весьма проблематично. Надежды западных государств на то, что после смерти Ина к власти придет его сводный брат Ким Чен Нам, который отличается весьма прогрессивными взглядами, рухнули, когда того отравили в столице Малайзии Куал-Лампуре. Одним словом, наследника мужчины у Северной Кореи нет. А тот факт, что пост лидера государства должна будет занять женщина, для корейцев является достаточно спорным. Тем более, что дочери Ким Чен Ина всего семь лет, и она явно не способна полноценно управлять государством. Конечно, не исключен вариант, что до своего совершеннолетия она станет лишь номинальным руководителем, а реальную власть в стране получит некий попечительский совет. Но это маловероятно, и скорее всего, лидером страны Чучхе станет хрупкая и загадочная Ким Йо Джон. Младшую сестру Ина и при его жизни называли теневым лидером КНДР. Более того, именно ей на целых шесть недель блистательный товарищ передал всю полноту власти, когда несколько лет назад тоже, как говорится, пропал с радаров. Ким Йо Джон занимала пост первого заместителя корейского лидера и, соответственно, имела весьма широкие полномочия. Являясь самым доверенным лицом старшего брата, Йо Джон фактически выполняла обязанности министра внутренних дел, полностью контролируя все внутриполитические процессы в стране. Также она была главным пиарщиком Солнцеликова, отвечая за поддержание на должном уровне культа личности и отвечая за образ Ким Чен Ина как во внутренних, так и в иностранных СМИ. В целом, молодая женщина владеет таким объемом информации и имеет такую власть и влияние на политические процессы в стране, что без раскачки способна занять первый пост. Тем более, что даже при наличии определенного числа недовольных, революции или любой другой формы государственного переворота будущему корейскому лидеру можно не опасаться. Репрессивная машина КНДР за годы своего существования достигла таких масштабов, что практически полностью исключает саму возможность существования в стране хоть какой-то реальной оппозиции. Любые антиправительственные движения подавляются в зародыши, а тотальная цензура и полный запрет на получение внешней информации делают корейский народ весьма довольным и единомыслящим. Так что от сценариев цветных революций, в результате которых к власти приходят послушные марионетки США, в случае с Северной Кореей Белому дому придется отказаться. Любой Майдан тут обречен на провал, даже при условии максимальной поддержки американского госдепа. Так что Вашингтону, да и всем остальным мировым лидерам, придется как-то договариваться с новым блистательным товарищем. А учитывая тот факт, что вероятнее всего им станет Ким Йо Джон, перспективы этих переговоров на сегодняшний день представляются весьма туманными. С одной стороны, Йо Джон является весьма образованной женщиной, получившей европейское образование. Это дает западным странам некоторую надежду на то, что новый лидер КНДР, пусть и не станет послушной марионеткой Вашингтона, однако будет иметь то, что называется, проамериканские взгляды. В любом случае, не стоит сомневаться в том, что Белый дом приложит максимальные усилия для того, чтобы переманить Ким Йо Джон на свою сторону, обещая ей при этом все манны небесные. Фактически, движение в этом направлении уже начал нынешний президент США Дональд Трамп, пытаясь всеми силами наладить отношения с прошлым лидером КНДР Ким Чен Ином. Человек-ракета, а именно так прозвали блистательного товарища американские СМИ за его любовь к военным испытаниям, фактически являлся последней надеждой США изменить политический расклад на Востоке, который сегодня складывается явно не в пользу Белого дома. Северная Корея не просто обладает ядерным оружием, но и имеет средства доставки, способные донести его до любой точки земного шара. Для Вашингтона такой союзник на самой границе с Китаем, который имеет все шансы стать новой мировой сверхдержавой, был бы куда более важен, чем все вместе взятые военные базы у границ России. Так что нет никаких сомнений в том, что Белый дом бросит все силы на умасливание Ким Йо Джон. При этом не стоит забывать о том, что и Пекин явно имеет свои виды на корейскую певицу, комсомолку и просто красавицу. Являясь фактически единственным полноценным партнером КНДР, Поднебесная явно сумела заиметь собственное лобби в северокорейском правительстве, и не исключено, что Йо Джон уже является, пусть и не стопроцентным китайским агентом, но тем не менее относится к Китаю с большой лояльностью. А если учесть, что в дружбе с новым руководством Пхеньяна заинтересована и играющая на руку с Пекином Москва, которая как минимум может весьма усилить корейские вооруженные силы поставками современных видов вооружения, весьма вероятно, что Ким Йо Джон предпочтет дружбу с ближними соседями, несмотря на все заокеанские подарки. В любом случае, можно не сомневаться в том, что если в самое ближайшее время после своего прихода к власти Йо Джон не определится со своими внешнеполитическими предпочтениями, то Северная Корея станет самой горячей точкой мировых разногласий, по сравнению с которой события в Восточной Европе и на Ближнем Востоке покажутся просто невинными шалостями. Для США это будет последний шанс изменить существующий на современной мировой арене расклад сил и вернуть себе утраченное лидерство. Для Китая и России дружба с Пхеньяном будет означать серьезное усиление их Восточного Союза, которое фактически будет означать полное поражение Вашингтона и образование нового, многополярного мира. Одним словом, ставки в игре очень высоки, и смерть Ким Чен Ына действительно может повлиять на судьбу всего земного шара. Поэтому неудивительно, что весь мир так напряженно следит за развитием этой ситуации, позабыв даже об охватившей всю землю пандемии. Хотя не стоит сбрасывать со счетов и тот вариант, что даже после официальных заявлений Пхеньяна блистательный товарищ Ким Чен Ын чудесным образом воскреснет, тем самым снискав себе славу не просто Солнца нации, а самого настоящего корейского бога. Учитывая эксцентричное поведение, которое не раз демонстрировал внук великого Чучхе, подобный финт может оказаться вполне в его духе. Тем более, что это даст возможность товарищу Киму переплюнуть своего великого дедушку, который хотя и смог стать отцом всех корейцев и солнцем нации, но в бога так и не превратился.